МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поток однообразен, а слова одинаковые, как под копирку. И вот новый срыв, как у закодированного алкоголика. Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Это стало для нас неожиданностью. Поэтому надо держать ухо в острой, всматриваться в приметы. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Знаете, не хочется это даже комментировать. Бога больше нет. Мир на грани информационной катастрофы. Жизнь на этом не останавливается. Уверен, что все у нас с вами получится. Не получится. И перспектива этой жизни отсутствует. Каков мир, так и маньяки. Пить надо меньше. Дети, закройте уши. Толя, осторожно. Хреново. И вот тот редкий случай, когда не соврал. Зрелище, как говорится, душераздирающее. МИД сказал, и ладно. По телеку показали, и хорошо. Спасибо вам за поддержку. Делать-то что? Где врач? Куда звонить? Смотрите сегодня в программе весеннее обострение российской пропаганды. Кто подарил Жириновскому петуха? Вот видите. Спасибо. И зачем Соловьёв решил переименовать Чёрное море? Почему до сих пор Украина не переименовала Чёрное море? Российские паспорта на Донбассе. Путин подписал указ об упрощённом порядке получения паспортов Российской Федерации с жителями ДНР и ЛНР. Новые ровшины, джамшуты и путинский обман. Многие жители ДНР и ЛНР с радостью приедут работать в Москву и Петербург. И Одесская трагедия пять лет спустя. 2 мая 2014-го по-настоящему чёрный день, который поделил историю города на до и после. Почему виновники десятков смертей сбежали в Россию? Фучеджи стал фигурантом дела о событиях 2 мая 2014-го года. Покинул территорию Украины и вот сейчас находится в Москве. Это антизомби. Территория без пропаганды. Мы сто раз обещали себе не угорать над совсем не переписанной российской историей. Все древние знания зарождались на русском севере. И предки всего человечества вышли с территории современного Урала. Это открытие, в которое почти невозможно поверить. Славяне построили Венецию. Но видят богатин наркоманы на городе настолько упоротые, что новую историю по-русски можно смело выделять в некий новый комедийный жанр. Большинство коренных африканских народов имеет общего предка. И этот предок славянин. То есть в определенном смысле у африканцев древнерусские корни. Короче, карасики. Байки из серии «Русские» придумали английский язык. Да, мы читаем по-английски «бэби». А если мы почтем, как в остальных индоевропейских языках, получится «бабий». Ребенок-то он вообще-то «бабий» продукт. Русские обучали индейцев майя. Богами индейцев были древние славяне. Белокожие пришельцы приземлились в этой части планеты, чтобы передать индейцам уникальные знания. И русские открыли Америку. Начало самой развитой американской цивилизации положили выходцы из Сибири. Это смешной бульбулятор на даче против Евного Герыча, который на федеральные каналы подвезли потом. И это вовсе не из желания обидеть, просто всему есть грань. А вот истории из серии «Динозавры» произошли от русских. Динозавры произошли от людей. Феликаны деградировали и стали многометровыми рептилиями. Еще раз, динозавры от русских. Это же даже не вишенка. Это маковая головка на тортике всей их переписанной истории. Впрочем, давайте уже по порядку. Вам ведь тоже интересно, как не деды, а прапрадеды динозавров нахолобучили. Рептилии-гиганты, жившие миллионы лет назад, произошли от человека. Короче, началось все с того, что на территории Ульяновской области, что бы вы думали, нашлась очередная колыбель цивилизации. Для России ничего удивительного. Тут местные археологи АУ, судя по эфирам канала РЕН-ТВ, колыбель цивилизации через день находят. В конце 2018 года ученые выступили с сенсационным заявлением. Колыбель человечества находится в России. Колыбель человечества была здесь, на территории современной России. Русская охотия колыбель цивилизации. На этот раз гениальные умозаключения были сделаны после того, как в той самой Ульяновской области ученые отыскали кости титанозавра. Неподалеку от Ульяновска специалисты обнаружили нечто просто поразительное. Останки крупного динозавра. Это так называемый титанозавр. Казалось бы, ну отыскали и отыскали. Красавчики, можно каждому премию дать. Но это же, ребята, Россия. Тут без мировой сенсации никуда. Короче, прошло какое-то время после находки, и на федеральных каналах началась максимально упоротая эпопея под условным названием «Титанозавр наш». Раньше считалось, что эволюция титанозавров проходила в Южной Америке. Там, по мнению западных ученых, и зародилась мировая цивилизация. Теперь же все кардинально меняется. Именно в это время на нашей территории простирало, так сказать, свои воды русское море. И вот в этих русских морях и водились как раз вот эти титанозавры. Чтобы вы понимали наши намеки на наркоту, просто послушайте эти аргументы. Оказывается, титанозавры произошли от древних русских гигантов. Отдельные специалисты выдвигают новую теорию. Титанозавр – это один из подвидов древних людей. Они были великанами, а центр их цивилизации был на территории современной Ульяновской области. Ну, русские гиганты. Это всем известный научный факт. Крутые деды из прошлого, которые умели плавить гранит. Очевидно, хорошо знали, как сделать жидким гранит, азальт. И могли отливать из этих горных пород то, что хотели. Освоили мирный атом. Древний атомный реактор – это тоже наша история. Древние жители русского севера применяли техники направленного взрыва. Быть может, и вовсе использовали атомную энергию. Передавали мысли на расстоянии. Наши предки, великаны, обладали и уникальной техникой общений с людьми – психографией. Находясь на приличном расстоянии, исполины транслировали свои мысли. А телепорт для них вообще пустяковым делом был. Человек, ну, человекоподобное существо, большого роста. При этом он обладал такими навыками, как навык левитации и навык телепортации. А ещё они воздушные корабли якобы строили. Они обладали уникальными знаниями – строили воздушные корабли. И так и хотелось сказать, какие, блин, корабли? Они ж телепортироваться умели. Но так уж сложилось, что логика никогда не была коньком российских исторических фильмов. Там чуток другие задачи. Пропагандистам надо, чтобы патриот Ваня у телека резко загорделся Родиной. Славяне-великаны были высшими существами. Обладали сверхспособностями и могли силой мысли уложить на поле боя до ста человек. Шутка ли? У нас такие богатыри были, что Геракл на их фоне – это сопливый пацан просто. Даже всем известный Геракл выглядит щуплым на фоне наших богатырей. А против летающих Гераклов уже в те времена системы ПВО были. Это не развалины домов исполинов или очередная древняя обсерватория, а военные объекты наших предков – прообразы современной ПВО. Причём даже круче, чем С-400. В смысле, кривая у земли вообще помехой не была. С его помощью можно выводить из строя технику. Сигналы, принуждающие летательные аппараты вероятного противника в прошлом. Либо прекращать своё движение, либо прекращать своё существование. Ну и естественно, чтобы соответствовать мужикам, девчат тоже не кислых размеров были. Такая на свиданке цветы и слопать может. Женщины-богатыри? Да, и такие были на Руси. Звали их поленицы. Известно как минимум о двух поленицах, и обеих звали Настасьями. Ну а с тем учётом, что следуя байкам федеральных каналов, русские великаны были предками титанозавров. Вот в этих русских морях и водились как раз вот эти титанозавры. Можно сделать предположение, что те самые Настасьи были бабами сомнительной красоты. Правда, здесь надо отметить, что сам процесс зарождения титанозавров пропагандисты, к счастью, не описывали. По классике, съехав на инопланетян и мутации. Титанозавр – это один из подвидов древних людей. Они подверглись мутации. Именно от пришельцев произошли наши славянские предки. Но как бы то ни было, после такой правдивой истории миллионы патриотов пойдут спать счастливыми. Шутка ли? Нигде попало родились, а в колыбели цивилизации. Находки останков титанозавров и великанов на территории нашей страны могут говорить о том, что центр цивилизации находился здесь. Где каждый гражданин хоть немного, но батя. Батя титанозавра. Уже кто-то говорил из русского начальства, что у русского человека есть лишняя хромосома. И, возможно, это хромосома динозавра. И если это так, то это многое объясняет в поведении россиян. Ну и напоследок немного освежим память. Именно россияне громче всех кричат «Не смейте переписывать историю!» Именно они хохотали над сказками про Укров и Черное море. Черное море – суть объект искусственного происхождения, откопанный вручную древними украинцами. Так бывает, когда пропаганда напрочь вынесла людям мозги. И, глядя в зеркало, они видят не себя, а кого-то другого. Задумайтесь над этим, родители титанозавров.